Долг платежом красен. Задолженность по заработной плате в Чувашии меры по ее погашению обсудили на совещании у главы республики. Под крышей дома твоего, как идет капитальный ремонт многоквартирных домов в Канаше. Мода на спорт. В Чубаксарах продолжается строительство и реконструкция школьных спортивных площадок. Какие меры предпринимаются для сокращения долгов по заработной плате, обсудили на еженедельном совещании главы Чувашии и правительства республики. Задолженность по заработной плате на предприятиях Чувашской республики по сравнению с началом года снизилась на 190 миллионов рублей. Однако по-прежнему остается высокой. Сегодня не выплачено около 100 миллионов рублей. И если измерять задолженность не в рублях, а в людях, ситуация выглядит примерно так. Задолженность по зарплате имеется перед более двумя тысячами с половиной человек. По сравнению с 1 января 2017 года уменьшилась эта задолженность на 6200 человек. Из них 40% это работники транспорта, 36,3% в сфере деятельности по операциям с недвижимостью, 8% это работники обрабатывающих, перед работниками обрабатывающих производ, 7,3% сельское хозяйство. В числе должников по заработной плате вновь оказалось предприятие Чуваш автотранс. Как пояснил министр транспорта, задолженность около 10 миллионов рублей образовалась за июнь месяц и в течение недели будет полностью погашена. На предприятии полным ходом идет оптимизация, сокращается численность административного персонала. С 1 апреля до 1 августа число сотрудников уменьшено более чем на 300 человек. На 1 августа число сотрудников составляет 870 человек и на 1 сентября по нашим планам число сотрудников будет составлять 750 человек. Сокращение не касается водителей, кондукторов, слесарей, непосредственно того персонала, который занимается финансово-хозяйственной деятельностью и работает на привлечение выручки. Еще хотел бы на что обратить внимание. За три месяца проведены работы по ликвидации отдельных структурных подразделений в районах. За счет этого как раз произошло сокращение числа персонала. На местах остаются только водители, мастера, которые выпускают автотранспортные средства, а административный персонал практически весь сокращен. Высвобождаемые работники Чуваш автотранса, как и других предприятий, могут рассчитывать на целый комплекс мер по содействию в трудоустройстве со стороны службы занятости, отметила исполняющая обязанности министра труда и соцзащиты Лариса Арсентьева. Что касается остальных должников, на долю экономически активных предприятий приходится 20 с небольшим процентов долгов по зарплате. Большая же их часть у предприятий компании банкротов. Глава Чувашии призвал максимально строго следить за тем, чтобы учредители не организовывали преднамеренного банкротства. Если мы видим, эти люди опять создают новые фирмы, они сегодня реально физлицы, предприниматели могут себе объявить просто банкротом. Закон такой есть. Эта волна, она идет. Ссылки идет на трудности. Но мы должны отслеживать, если на самом деле они недобросовестно начинают искать разные манипуляции, использовать серии схемы, то мы должны пресекать. Государственная инспекция труда в Чувашской республике с начала года провела 130 проверок по вопросам выплаты заработной платы. Выявлено свыше 550 нарушений. В течение 7 месяцев 2017 года незаконно задержанная заработная плата выплачена более 11 700 работникам в сумме 385 миллионов рублей. На совещании обсудили и итоги размещения государственных закупок и исполнения контрактов. По данным Минэкономразвития республики, общая сумма контрактов свыше 11 миллиардов рублей. Бюджетная эффективность составила 8,6%. Елена Гальперина, Андрей Спиридонов, Республика. Создание привлекательного облика Чебоксара и выполнение обязательств по муниципальным закупкам – основные темы повестки дня традиционного совещания в столице республики. Почти 3 миллиарда рублей – такова сумма экономии от аукционов на муниципальные закупки в этом году. Что особенно важно – около 8 тысяч договоров заключены с местными заказчиками. Правда, среди них есть те, кто не выполняет свои обязательства. На сегодня исполнение более 40 контрактов находится на контроле у руководства Чебоксар, а по 14 направлены исковые заявления в арбитражный суд. Надо с заказчиком нашим муниципальным четко и строго взыскивать все штрафные санкции, которые, соответственно, определились в ходе исполнения контракта. Когда у нас такие факты существуют, когда объект с просрочкой чуть ли не полгода, работа претензионная ведет очень слабо. Предписание затронули и собственников некоторых столичных зданий. Архитектурный облик отдельных объектов оставляет желать лучшего. Владельцам зданий, не отвечающих современным архитектурным требованиям, выдаются нарушены письма с требованиями и указаниям сроков о необходимости устранить выявленные недостатки. В период с апреля по 30 июля текущего года выдано 88 таких предписаний. По состоянию на 7 августа все предписания исполнены. В преддверии дня города здание нужно привести в надлежащий вид в соответствии с требованиями. Татьяна Филатова, Андрей Спиридонов, Республика. Попытались поджечь доски и залезли на крышу. Сегодня наш корреспондент и оператор. Но не из хулиганских побуждений. Они проверяли, как идет капитальный ремонт в многоквартирных домах Канаша. Почему такими способами, расскажет Ольга Пырочкина. Шифером шурша крыша с этого дома уже не сползет. В рамках программы капитального ремонта кровлю в этом доме и ряде других домов Канаша заменяют. Подрядчик дает гарантию минимум на 5 лет. Ну а дальше все будет зависеть от эксплуатации. Замена кровли – один из самых популярных видов работ, предусмотренных программой капитального ремонта. Специалисты говорят, именно от нее часто зависит состояние всего дома. Если крыша протекает, то вода, проходя по стенам, по перекрытиям, ускоряет износ здания. А когда в доме сухо, крыша влагу не пропускает, соответственно и фасад сохраняется, и несущие стены. Около дома номер 39 по улице Ленина в Канаше мы застали любопытный процесс с досками, которые предназначены для стропил будущей кровли. Происходит сейчас огнебиозащита древесины. Это препарат МИК-09, сухой порошок, который разводится в воде. И в этой ванной, видите, как опускается древесина, замачивается. Она должна, по требованиям пожарной инспекции, не воспламеняться. Я точно не могу сказать, сколько минут, но она должна держать огонь. Что ж, огонь у нас нашелся. Мы не могли не проверить слова специалиста на деле. Сейчас мы попробуем поджечь обработанные доски. Ну, вот щепку, например. Ну, что, как видно, действительно не загорается. Двигаемся дальше. 54-й дом по улице Пушкина стоит уже 63 года. И, судя по программе, должен простоять еще столько же. Ремонт фасада здесь запланирован аж на 2042 год. Ну, а в 2017-м, как и в предыдущем доме, кровля. Что очень кстати отмечает жительница Наталья Александровна. Крышу кроет, да, это очень хорошо. Тем более таким материалом. Вообще это здорово. Прямо довольное. Довольных капитальным ремонтом с этого года вообще должно стать больше. В этом году у нас абсолютно новая система подбора подрядчиков. То есть двухэтапная. Первый этап – это когда мы выбираем подрядчиков в специальный реестр квалифицированных организаций, которые имеют право проведить капитальный ремонт. Эту работу делает министерство. Уже потом, когда проводятся торги на непосредственном выполнении работ на объектах, на домах, в этих торгах имеют право участвовать только те организации, которых мы отобрали. Кроме того, перед началом работы все проекты проходят государственную экспертизу. Это должно отсеять недобросовестных подрядчиков, которые любят завышать цены. Ольга Пырычкина, Арана Гавилян, Республика. В преддверии Дня строителей глава Республики Михаил Игнатьев поздравил руководителя одной из строительных компаний с четвертьвековым юбилеем. На строительном рынке Чувашия работает около 30 компаний-застройщиков. Многие из них участвуют в реализации государственных социальных программ, переселении из аварийного жилья, обеспечения квартирами детей-сирот и материнский капитал. Эти проекты направлены на повышение доступности жилья. Одна из компаний, участвующих в реализации программ на днях, отметила юбилей. Доброжелательные отношения, добродушные строители творят в отдельных случаях, может быть, невозможное. И получается архитектурный объект, который на столетии будет оставаться. Компания ДУС, насколько я знаю, входит в число 200 мощных строительных организаций. Кроме этого, они на сегодняшний день и на федеральном уровне, и на мировом уровне стали победителями разных чемпионатов. Приобрести квартиру в новом благоустроенном доме сегодня под силу не каждой семье. На уровне правительства России рассматривается возможность снижения ставки по жилищным кредитам, отметил Михаил Игнатьев. Это станет хорошим подспорьем для развития строительной отрасли в республике. Дарина Игнатьева, Россия Мухаммедов, Республика. Чрезвычайное происшествие выходные. В субботу во второй половине дня в аэропорту Чебоксар аварийный сел самолет авиакомпании «Нордвинд». В 13.30 он должен был вылететь в Анталию. Через 10 минут командир самолета обнаружил неисправность и решил экстренно вернуться в аэропорт. На борту аэробуса 321 находилось 216 пассажиров. Решение о возвращении в аэропорт командир корабля принял через 10 минут после взлета. Еще через 1 час 30 минут, работав в небе, необходимый объем топлива, воздушное судно благополучно приземлилось в аэропорту Чебоксар. Сразу после технического сбоя началась проверка и ремонт самолета. В воскресенье он вылетел в аэропорт базирования. Пассажиры, по данным пресс-службы аэропорта, были обеспечены питанием и местами в гостинице. Фотографии ужина, как подтверждение, сразу же появились в сети. Вот такой ужин в аэропорту. После полуночи новый борт вылетел в Анталию. И уже на следующий день появились первые сообщения от пассажиров, летевших этим самолетом. Всем добрый день. Я и моя семья прилетели вчера на этом самолете. Весь полет прошел хорошо. Доигрались. В Канаше перед судом предстанут двое местных жителей. Их обвиняют в организации незаконного игорного бизнеса. Подпольный игровой салон просуществовал чуть больше года. За это время злоумышленникам удалось заработать почти полтора миллиона рублей. Уголовному делу проведено 12 обысков, а также 4 осмотра мест происшествий, в ходе которых изъяты игровые автоматы, комплектующие к ним системные блоки, иная компьютерная техника, видеорегистратор и видеономофон, использовавшиеся в противоправной деятельности, а также записи, свидетельствующие о ведении подозреваемыми в черной бухгалтерии, а также более 300 тысяч рублей наличными. Следователям собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело после утверждения обвинительного заключения направлено в Канадский районный суд для рассмотрения по существу. В Чебоксарах продолжается строительство школьных спортивных площадок. На одной из них побывали и мои коллеги. Отсутствие ворот юных Мэйси и Неймаров не останавливает. Главное, появилась возможность вдоволь погонять мяч. Полностью площадку доделают уже на этой неделе. Такие же поля для народной игры появятся еще в двух школах. Других двух отремонтируют в баскетбольной площадке. Деньги на их строительство выделили из столичного бюджета – более 12 миллионов рублей. Хочу сказать, что данное направление получает определенный результат. У нас в школах города Чебоксара созданы, например, футбольные спортивные классы. Более семи спортивных классов по школам города у нас сегодня существуют. Вес взят. В Чебоксарах завершился чемпионат России по тяжелоатлетике. В течение шести дней в центре маунтинбайка за награды и право выступать на мировом уровне боролись более 200 молодых спортсменов со всей страны. Чувашскую республику представляли четыре спортсмена. В турнире участвовали сильнейшие тяжелоатлеты из 50 регионов страны. Спортсмены соревновались в двух упражнениях – толчке штанги и рывке. Всего они разыграли 15 комплектов наград. В общекомандном зачете среди мужчин и женщин победу одержала сборная команда Москвы. Лидером в весе от 75 килограммов, да и всего чемпионата, стала неоднократная чемпионка мира и Европы Татьяна Коширина. Она завоевала золотую медаль. Успех, я думаю, в тренировке, в упорности, ставить перед собой цели. Просто надо хотеть, желать, стремиться. И, как говорится, конечно, приходится чем-то жертвовать, но я думаю, это в любой сфере так происходит, и не только это в спорте. Кто занимается чем-то профессиональным, тот понимает, что это значит – отдаваться полностью делу. Успешно выступили и хозяева помоста. Воспитанницам Чуварской школы тяжелой атлетики удалось завоевать 8 медалей разного достоинства. Результаты неплохие для девочек. Это две бронзовые медали во взрослой команде. Я считаю, что для молодежной сборной это здорово. Они у нас в юниорском еще возрасте, молодежном. И поэтому их результат сегодня по возрасту позволяет им, уже позволил отобраться и попасть на пенниство Европы, которое пройдет у нас в октябре месяце в Албании. Поэтому и Мохина Яна – 48 килограмм, и Баймулкина Ирина – 53 килограмма. Обе будут сейчас вести подготовку. Среди юношей, среди мальчиков, мужчин, скажем так, у нас тоже в категории еще молодежный он в ранге иноходов Анатолий. Четвертое место занял в категории 56 килограмм. Я думаю, что это тоже неплохой результат для сборной страны. Ирина Баймулкина – чемпионка Европы, уроженка Ядренского района. Результатом осталась довольна. Она завоевала бронзовые медали в рывке 76 килограмм и в сумме двоеборья 172 килограмма. Впервые тяжесть грифа ощутила 10 лет назад. Пришла в зал за компанию и заразилась железной болезнью. Тяжелую атлетику воспринимает как способ реализовать себя. Чемпионат в России мы готовились на сборах. У нас было три сбора подряд. И я сюда уже приехала со сборов. Счастливой для нашей республики стала категория до 58 килограммов. Титул абсолютной чемпионки России завоевала двукратная чемпионка Европы, воспитанница Чебоксарской спортивной школы имени Валерьяна Соколова Наталья Хлёскина. В своей весовой категории ей не было равных – 91 килограмм в рывке и 108 килограмм в толчке. Конечно, рада. Очень важные соревнования. Это главный старт года российских соревнований. Обрадовалась. В принципе, к этому и готовилась. И очень довольна тем, что смогла подтвердить свой титул. Популярность растет у тяжелой атлетики. Хочется, чтобы больше занималось молодых ребят, девчонок. Спорт очень интересный, очень увлекательный и очень дисциплинирует. Хотелось бы, конечно, чтобы и в Чебоксарах, и в Чувашии больше занималось ребят. Не боялись. Родители отдавали в секции. Победа на чемпионате России обеспечила участникам путевку на чемпионат мира, который будет проходить с 28 ноября по 5 декабря в американском городе Анахаем. Рифат Фадкулин, Олег Якимов, Республика. В продолжении спортивной темы чувашская спортсменка Ирина Юманова одержала победу в 28-м сибирском международном марафоне, который прошел в Омске. Дистанцию в 42 километра 195 метров бегунья преодолела за 2 часа 39 минут. Всего на стартовую линию в Омске в этом году вышли около 6 тысяч любителей бега. К слову, Юманова в прошлом году стала серебряным призером этого марафона. Соревнования входят в список 50 лучших марафонов мира по версии Ассоциации международных марафонов и пробегов. Проводятся с 1990 года. Таким был этот понедельник глазами корреспондентов программы «Республика». Я, Ольга Панова, с вами прощаюсь. До встречи в эфире национального телевидения «Чуваши». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин